Здравствуйте, я Агановская Дарья Олеговна. Бюджетная форма обучения, и я хотела бы быть психиатром. Рассматриваю остаться в Алтайском крае. За Дарию главные врачи больниц Алтайского края стали бороться сразу после ее представления. Ее пригласили работать в Бийск, Волчиху и в Баевский район. Такая популярность объясняется специализацией. Среди своих одногруппников Дарья Агановская одна выбрала психиатрию. Конечно, хотелось бы остаться в Барнауле. Всем, кто сейчас зашел в этот зал, хотелось бы остаться в Барнауле. Никто бы не хотел уезжать, но все равно реально надо мыслить. Не у каждого есть деньги отучиться на платной форме обучения. В распределении участвовало 200 студентов педиатрического, стоматологического и фармацевтического факультетов медицинского вуза. Больше половины из них – целевики. Но остаться в Барнауле мечтают и они. Учусь на целевой форме обучения. Договор заключен с Астралийской ЦРБ. Планирую остаться в городе по семейному столетию. Есть некоторые пункты договора, которые можно сделать в сторону договора, хотя бы не был. Скажите, пожалуйста, замуж, ухожу за военную. Наша основная задача – во-первых, трудоустроить всех лиц, которые обучались по договорам о целевом обучении в соответствии с теми требованиями, которые указаны в этих договорах. То есть целевики идут к работодателю, с которым познакомились 6 лет назад. Своего врача ждали более 50 руководителей больниц из городов и районов Алтайского края. Брать молодых специалистов не боятся. За их обучением следили. С педиатрического факультета больше всего ждут участковых терапевтов. Я приехала сюда сегодня с большой надеждой на встречу с выпускниками медицинского университета, что вернусь не одна. По крайней мере, 4-5 участковых врача мечтают, что мы сегодня получим наше учреждение. К сожалению, учреждение наше укомплектовано участковыми докторами всего лишь на 50%. Тем, кто поедет в БИСК, обещают предоставить жилье, места для детей в детском саду и 250 тысяч рублей подъемных. Но желающих все равно немного. Некоторые выпускники подписали договор с работодателем прямо на месте. Остальные продолжат поиски работы самостоятельно. Нарина Миллер, Николай Шелко. Наши новости.